Даниил Андреев. Часы. Часы ласкать глазами. Часы. Часы ласкать глазами. Один и тот же скудный холм. Ловить наитие и сказание. В приливе дней, в прибое волн. И говорить с людьми о том лишь, Что в море шторм, что в море штиль. О тех закатах, что запомнишь, Как несравненнейшую быль. Ведь все равно в частей несмертной Ты вожалеешь только их. Вот эти камни, эти ветры И волн нерукотворный стих. Да медленный залив, что дремлет, Качает в золотом ковше Всю бедную, родную землю, Чужбину милую душе. 1952 год Вот такие знаменитые, прекрасные стихи написал Знаменитый русский мистик, Духотворец, религиозный философ, Писатель, поэт Даниил Андреев. Стих прочитан не просто так, Дело в том, что сегодня 2 ноября, А стало быть, мы празднуем 113-летие со дня рождения Даниила Леонидовича Андреева. Это был сын известного писателя Леонида Андреева. Родился он, как я уже сказал, 2 ноября 1906 года в Берлине, где вскоре умирает его мать от послеродовой горячки. Отец с сыном переезжает в Москву, где прошло детство Даниила в семье Добровых, родственников матери. Окруженный заботой, вниманием, мальчик воспитывался в семье тети, как родной сын. Дом Добровых на тот момент времени был одним из литературных и музыкальных центров столицы. Здесь бывали Бунин, Горький, Крёстный отец Даниила, Скрябин, Шаляпин, актёры художественной театры и другие творческие личности. Под таким влиянием Даниил начинает писать. Весной 1915 года появляется первое стихотворение «Сад», и тогда же пишутся первые рассказы. В 1917-1923 годах Андреев учится в Московской гимназии, затем продолжил учебу в Высшелитературном художественном институте Брюсова, в Высшей государственной литературной курсе Моспрофобра. Тогда уже он начал работу над романом «Грешники», который не сохранился, к сожалению. В 1930-е Андреев работал художником-цифровиком, шрифтовиком, писал рекламы, надписи, посвящая основное время и силы литературной деятельности. В 1942-м был мобилизован по состоянию здоровья, был не строевым рядовым, служил в 196-й стрелковой дивизии в похоронной команде, затем санитаром в медсанбате. После войны работал художником-оформителем в Московском музее связи. 21 апреля 1947-го был арестован органами безопасности по обвинению в антисоветской агитации, создании антисоветской группы и подготовке покушения на Сталина. В качестве основного доказателя выступал художественный роман «Странники ночи», сожженный на Лубянке по завершении следствия. Благодаря коротковременной отмене смертной казни в год ареста и следствия был приговорен к высшей на тот момент мере наказания 25 годам тюремному заключению. В тюрьме написал «Железную мистерию» и «Черновики русских богов» и «Роза мира». В 1954-м в результате пересмотра дела срок заключения был сокращен до 10 лет. В апреле 1957-го года Данил Андреев был освобожден, будучи уже тяжело больным, вследствие перенесенного в тюрьме инфаркта. Еще в 1937-м Андреев познакомился с Аллой Александровной Ивашовой и Мусатовой, которая в 1945-м стала его женой. Осужденная вместе с мужем и освободившись на год раньше его, она стала опорой для Данила Леонидовича в последние годы заключения и в тяжелые годы после этого. Сохранив наследие мужа, Андреева сделала возможную публикацию его основных работ в конце XX века, среди которых «Роза мира». Дожил Данил Леонидович Андреев до 30 марта 1959 года в Москве, оставив поразительный и не имеющий аналогов в русской или мировой литературе наследие религиозно-философский метаисторический трактат «Роза мира», а также ряд стихотворений, поэм, большая часть которых уже другими средствами изображает и раскрывает тот же круг идей и понятий. Вот такое у нас на сегодня событие, как день рождения Даниила Андреева. На этом, пожалуй, всё. Спасибо за внимание. До свидания.